Кёрлинг в России не так популярен, как хоккей, фигурное катание или биатлон. Причина в том, что многие до сих пор не знают его правил. Без этого невозможно оценить стратегию и замысел игроков. Фанаты кёрлинга по праву называют этот вид спорта шахматами на льду. Но холодный расчёт сопровождается здесь таким азартом, что лёд плавится в прямом смысле слова. Делаешь свой ход, ты предугадываешь следующий ход противника, что он будет делать. И исходя из того, что он будет делать, ты думаешь, как бы ему сложить ситуацию. В результате обидные оплошности стоили китайской сборной бронзовой медали. Здесь, как в шахматах, от того, куда встанет фигура, зависит исход партии. Правда, в кёрлинге фигуры весят по 20 килограммов, и их ещё нужно добросить до необходимой точки. Разбираясь в правилах игры, можно сделать вывод. Всё дело в тактике, в стратегии. Физическая подготовка, как в шахматах, решающей роли не играет. Но это ещё одно заблуждение насчёт кёрлинга.